Мегистии или Кастелориза, это самый восточный населенный остров Греции. Он находится в 130 километрах от Родоса, и всего в двух километрах от побережья Турции. Его площадь чуть более 9 квадратных километров. Этот небольшой остров был населен с эпохи Неолита, а затем колонизирован греками. Они дали острову название Мегистии, так он до сих пор официально и называется. Археологи обнаружили остатки Акрополя и Мекенских гробниц. Примерно с V века до н.э. остров находился в зависимости от Родоса. Затем он пережил римское правление и входил в состав Византийской империи. В 1306 году остров перешел во владение рыцарей святого Иоанна или госпитальеров. На месте древнего Акрополя рыцари построили крепость, одну из самых сильных в Игейском море. С этого времени остров получает новое название Кастельроса, что означает Красная крепость. В Греции это название, Кастелориза, остается общеупотребительным наряду с официальным Мегисти. Начиная с 1440 года остров переходит из рук в руки, арабов, каталонцев, турков, венецианцев. С 17 века остров окончательно входит в состав Османской империи. В годы османского владычества жителям острова удалось сохранить привилегии своей религии, языка и национальных традиций. Торговый флот занимает видное место в регионе и на пике своего развития имел сотни кораблей. В этот период наблюдался бум судоходства и экономики в целом. Во время восстания 1821 года жители острова участвовали в национально-освободительной борьбе против турецкого ига. Но согласно международным соглашениям остров остался вне пределов возрожденного греческого государства. К концу 19 века остров процветал, его население достигло 10 тысяч жителей, но затем начался экономический спад и постепенный отток населения. В 1913 году островитяне подняли восстание и изгнали турецкий гарнизон. Во время Первой мировой войны, остров был занят французскими войсками, а после войны передан Италии. В условиях итальянского управления судоходства и торговли резко сокращаются, жители начинают эмигрировать в Австралию, Египет, Афины, Родос и другие места, в результате чего население сократилось до 2000 человек. В 1926 году сильное землетрясение привело к большим разрушениям. Итальянское правление закончилось в 1943 году, однако в ходе последующих боев, грабежей и пожаров были разрушены почти все дома. Население покинуло остров. В 1945 году жители возвращаются на родину. Это возвращение было омрачено пожаром на одном из кораблей, в результате которого погибло несколько десятков людей. Имена погибших написаны на специальном знаке-памятнике. 7 марта 1948 года остров официально переходит к Греции. В послевоенные годы были восстановлены многие здания, но некоторые их них так и не заселены, так как большинство жителей осталось в эмиграции, особенно в Австралии. Нынешнее население острова – менее 500 человек, проживающих в единственном поселении у гавани. Неподалеку расположена электростанция и воинская часть, а в глубине острова здания монастыря и несколько церквей. После выхода на экраны итальянского фильма «Средиземное море», получившего премию «Оскар» в 1992 году, существенный толчок получило развитие туризма. Появились небольшие гостиницы, оборудованные места для купания и другая туристическая инфраструктура. На острове построен небольшой аэропорт и сюда можно добраться на самолете из Афин или Родоса. Также регулярно ходят паромы из Пирея, и небольшой скоростной паром из Родоса. Небольшие суда приходят из турецкого города Каш, до которого всего 7 километров. Вдоль береговой линии порта расположен ряд традиционных особняков неоклассического типа, двухэтажных и трехэтажных, белых и разноцветных. Отреставрированные сегодня дома являются подлинными образцами традиционной архитектуры. А поселение объявлено охраняемой территорией. Архитектурными жемчужинами являются ратуши и новый рынок, наследие итальянской эпохи. У входа в гавань хорошо заметно здание мечети 18 века, где теперь расположен фольклорный музей. На возвышенности хорошо видны руины крепости 14 века, времен рыцарей и госпитальеров. У подножия крепости в скале высечена Ликийская гробница 4 века до н.э. Археологический музей находится в белом историческом здании над мечетью. В восточной части поселка расположен собор святых Константина и Елены, построенный в 19 веке. Это трехнефная базилика с богатыми росписями, мраморным иконостасом и очень высокой колокольней. На площади неподалеку от собора стоит памятник Бюст самой известной уроженке острова, Деспине Ахладиоти, участница национального сопротивления в годы Второй мировой войны. Она жила на соседнем острове Ро, и на протяжении почти 40 лет каждый день поднимала греческий флаг на рассвете и спускала его на закате, демонстрируя тем самым принадлежность этого острова Греции. Сейчас на острове Ро расположена небольшая воинская часть, основная задача которой – поддержание традиции подъема флага. Рядом расположена одно из самых крупных и красивых зданий – церковь Святого Георгия. Она пока находится в довольно плачевном состоянии, но в конце 2020 года начались активные работы по окончательному восстановлению этого памятника архитектуры. Неподалеку начинается тропа-лестница, поднимающаяся к историческому монастырю Святого Георгия. В одном километре западнее порта, на вершине, находится самый древний памятник острова – Палиокастро, укрепленное поселение III века до н.э. Основная природная достопримечательность – морская голубая пещера, известная своими сталактитовыми украшениями. Она расположена в южной части острова и доступна только для небольших лодок. Есть и другие, менее известные пещеры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...